Природный заповедник Рош-Ханикра – это природный заповедник, расположенный на северной оконечности Средиземноморского побережья Израиля и отличающийся крутой скалой, спускающейся в Средиземное море и изрезанной береговой линией. Утес Накрот – западная оконечность, лестничного хребта, горы, граничащий с западной Галилеей с севера и поднимающийся на высоту 300 метров. К югу от скалы расположены три острова – Тхилет, Шахов и Нахалиэли. Название Рош-Ханикра происходит от названия городища – Расанакура. Что означает – холм, голова, Накуры, город Анакура расположен недалеко от этого места, к северу от него в границах Ливана. По данным Еврейской академии, Никра – от корня яма, овраг, пещера. В надписи на монолите Махураха сообщается, что в 841 году до нашей эры Салманасар III поразил Азайла, царя Дамаска, после чего тот повернул в путь через Авран и достиг места, которое в те времена называлось «Баал-Рош». Некоторые относят название места ко времени Александра Македонского. Во время своего путешествия в 333 году до нашей эры он стремился добраться до Египта через побережье. И когда его заранее предупредили о естественном препятствии, он приказал вырезать в горе тоннель для прохода его армии. Однако не следует полагать, что дыры под горой имеют к этому какое-то отношение, поскольку это естественные пещеры. В римский период крутая дорога, проходящая через вершину этого места, была известна как «Сулем Цур». И именно так она упоминается в книге Маковима I. «В трудах Иосифа бен Мататию» и «В трудах». Эта достопримечательность вместе с близлежащим Казевом образовывала, согласно Галахе, северо-западную границу области Ули Вавилона земли Израиля, которая обязана соблюдать заповеди, зависящие от земли. И проводила различия между митцвотами. Район еврейской Галилеи и район города Тира, включавший также нееврейское население. Хребет Рош-Ха-Никра, или «Лестничный хребет», представляет собой геологическую арку, ось которой продолжается с юга-запада на северо-северо-восток в Ливан. На вершине хребта, к северу от скалы, находятся известняковые породы формации Дейер-Хана группы и Ягуда. Большая часть хребта, находящегося на территории Израиля, образована частью Рош-Ха-Никра формации Дейер-Хана. Эта деталь состоит из полосок кремня, кертона, светлого камня и травертина. Слои словно утопают в выделяющейся взору отвесной скале высотой около 70 метров. В полосах кремневой породы диагностирован конкреций, один из видов концентратов, образующихся в осадочных породах. Конкреции часто появляются в параллельных слоях между слоями, содержащие их породы. В этом слое морские волны пропахали дыры, которые видны сегодня, и в нем морем и ветром были созданы скульптуры из натурального камня. Есть еще один слой, нижний слой, состоящий из известняка, который представляет собой западный склон камера, общее направление которого направлено в сторону Ливана. В основном оно находится ниже уровня моря. Подводные каньоны в этом слое трудолюбивы. Это явление особенно заметно в северной пещере, единственной местности, полностью сформированной в твердых породах. За границей, в Ливане, находится несколько пещер, созданных подобным образом. Исследование породы под существующими пещерами показывает, что ниже уровня моря есть дополнительные пещеры. Если пещера образовалась на наносе, созданном морскими волнами, то находки пещеры на разной глубине указывают на то, что уровень моря менялся в разные периоды. И в каждый период создавалась серия пещер, каждой на высоте, соответствующей уровню моря. Также среди долинных котлованов обнаружены остатки расслоения в условиях континентальных формаций. Отсюда и возникла гипотеза о том, что в прошлом, между одним морским наводнением и другим, подножие скалы было покрыто обширной поверхностью песчаных дюм. А затем нынешняя суша простиралась до того места, где сейчас находятся острова. Дополнительную поддержку гипотезы нашли в обнаружении остатков древних сельскохозяйственных построек, в том числе и виноделин на прибрежной равнине Рош-Ханикра, Ахзев, территории, которая сейчас лишена земли. Отсюда возникла вероятность, что люди жили и работали в прибрежной зоне Западной Галилеи. Когда береговая линия находилась в сотнях метров от ее нынешнего местоположения, к западу от четырех островов, являющихся остатками древнего Куркара. Общая длина лунок составляет около 200 метров. Есть две основные ветви, которые взаимосвязаны. В прошлом доступ к пещерам был только по морю, в основном для любителей природы и опытных дайверов, сталкивавшихся с превратностями моря и погоды. Иосиф Барсалви в своей книге «Познание земли» пишет, как он с группой путешественников плыл из открытого моря к пещерам, чтобы понять источник грома, услышанного при посещении этой местности. И он объясняет, волны катятся сквозь трещины и создают раскатистое двойное и тройное эхо. О «Пещере вздохов» пещере, где слышны звуки, похожие на вздохи, рассказывает легенда из книги Зиева Вильнаи «Легенды земли Израиля», что она берет свое начало из вздохи невесты из Акры, которую везли на коне к жениху в Тир в сопровождении счастливого каравана родственников. Кобыла споткнулась на узкой и крутой тропе вверх по холму, невеста упала в море. И с тех пор слышны ее жалкие вздохи. Чтобы обеспечить проход в суши, в 1968 году был прорыт туннель длиной 400 метров. Рош-Ханикра, лестничный хребет, был заселен в библейские времена финикийцами. Армия Александра Македонского проделала в 323 год до нашей эры брешь в Рош-Ханикре для прохода воинов, осаждавших город Тир. Чтобы попасть на гребень, они вырезали в скале ступеньки. В 1915 году британская армия проложила путь для транспортных средств. В 1941 году, во время Второй мировой войны, инженерный корпус ЮАР вместе с инженерным корпусом Новой Зеландии начали прокладывать железнодорожные туннели в Рош-Ханикре. Работы были завершены в течение года. В 1942 году, в работах также участвовали австралийцы, были возведены 200-метровый мост и защитные стены от взрыва волн. Туннели были открыты 24 августа 1942 года. В туннелях была проложена железная дорога, которая соединила землю Израиля с Ливаном, создав таким образом цепочку железных дорог из Египта в Сирию, а затем в Турцию и Европу. Трасса использовалась в военных целях. В 1944 году еврейские беженцы из Германии были доставлены в Израиль по железной дороге и заменены гражданами Германии из движения тамплиеров, сыновья которых служили в немецкой армии. В 1947 году британцы решили открыть на этой линии гражданское железнодорожное сообщение. Это решение так и не было реализовано. В ночь мостов было решено не повреждать этот мост на вершине Рош-Ханикра. Два года спустя, 14 марта 1948 года, в рамках войны за независимость бойцы 21 батальона бригады Кормели взорвали мост, соединявший туннели, чтобы воспрепятствовать проходу оружия и солдат ливанской армии. Это была одна из первых операций бригады, созданной 28 февраля 1948 года. В январе 1949 года на склонах хребта был основан кибуц Рош-Ханикра. 23 марта Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня, в рамках которого ливанская армия эвакуировала Рош-Ханикру. В мае 2014 года, комитет по охране прибрежной среды одобрил создание, морского природного заповедника Рош-Ханикра, Ахзев, морского природного заповедника, который простирается между скалой Рош-Ханикра на севере и промышленной зоной Нагария на юге, и на расстоянии до 15 километров от побережья до глубины моря. Это место также было объявлено национальным парком. Гроты лучше всего видны во время заката и в штормовую погоду и привлекают большое количество посетителей. Участок пляжа к югу от скалы также включен в заповедник и отличается интересной и своеобразной фауной и флорой. Пляж Рош-Ханикра наряду с другими пляжами в его окрестностях. Такими как пляж Ахзев, является единственной зоной в заповеднике. Мир, где растет адад Хагелиль, ранее называвшийся греческим адад, который рос в Греции. Осенью склоны покрываются очетком обыкновенным и нарциссами. Рожковые деревья приобрели форму карликовых деревьев. До 1950-х годов. В 20 веке тюлени-монахи, которые стали довольно редкими на берегах Средиземного моря, являются домом для летучих мышей и сизых голубей, гнездящихся в скалах. Можно увидеть чайкаек, в изобилии собирающих пищу на береговых скалах. Огромное разнообразие морской жизни. В одну ночь полнолуния в году вы можете наблюдать захватывающие зрелища, сотни крошечных черепах, которые вылупились из яиц и теперь стекаются в море. Это потомки бурой морской черепахи, чей каменистый пляж Рож-Ханикра является местом спаривания в воде, а самка откладывает яйца в песчаных бухтах между прибрежными скалами. На пляже Рож-Ханикра четыре острова – Тхилет, Шахов, Нахалиэли и Ахзев. Их общая площадь составляет 20 дунамов. Из скалы островов выдавлено. Они остались обнаженными посреди моря после того, как некоторые из полос Куркара, встречающихся вдоль прибрежной равнины, затонули в море. Острова были объявлены морскими заповедниками. В 1962 году региональный совет Сулам-Цур начал развитие Рож-Ханикра как туристического объекта. Развитие включало открытие ресторана на вершине скалы, расширение полян и прокладку пешеходных дорожек. В 1963 году швейцарская компания объявила о плане строительства канатной дороги. Канатная дорога была построена в 1968 году и ведет посетителей от входной площади, расположенной возле пограничного перехода на высоте 70 метров над уровнем моря, к пещерам. Длина троса составляет 102 метра. Он висит под крутым углом 60 градусов. Канатная дорога произведена австрийской компанией Доппелниер-Гараванд и находится под ее контролем и под наблюдением технеона. Железнодорожные туннели в Рож-Ханикра представляют собой систему двух железнодорожных туннелей, соединенных мостом, в конце прибрежной железной дороги, проходящей под хребтом Рож-Ханикра. Туннели были вырыты южноафриканским инженерным корпусом во время Второй мировой войны и сегодня не используются. Общая длина туннельной системы составляет около 200 метров. Линия границы между Израилем и Ливаном проходит внутри северного туннеля, поэтому она была закрыта. Во время Второй мировой войны, после оккупации Ливана британской армией у Франции в 1941 году, было принято решение соединить прибрежную железную дорогу с железнодорожной сетью Ливана. Из Хайфы через Бейрут в Триполи, откуда уже был путь на север через Алеппо в Турцию, чтобы обеспечить проход военных сил и техники. Трасса была проложена военными подразделениями ЮАР, Австралии и Новой Зеландии, а ее строительство заняло около полутора лет. Чтобы пересечь лестницу Цура, под хребтом были прорублены два туннеля, соединенные мостом через одну из крупнейших ксилографий в этом месте. Туннель был вырыт 40-й ротой инженерного корпуса ЮАР и открыт 14 августа 1942 года. Над южным входом в туннель имеется надпись, указывающая на его завершение в 1942 году. Железнодорожный маршрут между Хайфой и Бейрутом был завершен 24 августа 1942 года и прибыл на железнодорожную станцию в Триполи 18 декабря 1942 года. Железнодорожная линия Хайфа, Бейрут. Триполи была первым звеном, соединившим железнодорожную сеть европейского континента с железнодорожной сетью Северной Африки. Но она никогда не эксплуатировалась в гражданском использовании. Британцы держали его под военным контролем. В войне за независимость 14 марта 1948 года бойцы 21 батальона бригады «Кормили» взорвали мост, соединявший туннели, чтобы воспрепятствовать проходу оружия и солдат ливанской армии. Это было одно из первых действий бригады, созданной 28 февраля 1948 года. После войны Северный Туннель был запечатан. Чтобы не допустить пересечения границы, Южный Туннель является частью гротовой стоянки Рош-Ханикра, и через него можно добраться до маршрута, проходящего через гроты. В южной части Северного Туннеля находится аудиовизуальная презентация места Рош-Ханикра. Морской заповедник Рош-Ханикра Ахзев – морской природный заповедник, который является крупнейшим и самым северным морским заповедником Израиля. Заповедник простирается вдоль разбитого пляжа длиной около 7 километров от израильско-ливанской границы на севере до севера на горе и на юге, и на расстоянии около 15 километров к западу от береговой линии в море. Заповедник был объявлен 6 ноября 2019 года, его площадь составляет около 100 тысяч 62 дунама. В границах заповедника находится заповедник, прибрежные острова Рош-Ханикра и острова Рош-Ханикра. На территории заповедника в море впадают три ручья – Нахаль-Бецет, Нахаль-Казэ-Ивэ и Нахаль-Шааль, а также есть несколько мест для дайвинга. Первоначально в прибрежных водах планировалось создать два отдельных морских заповедника – морской заповедник Рош-Ханикра и Ахзивский морской заповедник. После этого план был изменен на создание крупного морского заповедника, который объединяет два предыдущих предложения и представляет собой весь диапазон глубин до границы территориальных вод государства Израиль. В итоге было решено продвигать план заповедника с ограничением до 15 километров от берега, по сравнению с первоначальным предложением – до границы территориальных вод, примерно 22 километра от берега. Это же решение представляет собой сокращение площади заповедника примерно на 33%. В конечном итоге заповедник был открыт 6 ноября 2019 года. Заповедник был торжественно открыт в самом сердце моря в качестве министра охраны окружающей среды Эдита Силмана как туристический морской заповедник и официально открыт для посетителей, почти через. 4 года после этого было объявлено заповедник является первым и единственным туристическим морским заповедником на Израильском берегу Средиземного моря, с несколькими лицензированными клубами парусного спорта и дайвинга и четырьмя пляжами для купания. Иногда в этом районе можно увидеть обыкновенного тюленя монаха. Природный заповедник – это территория, где в Израиле наблюдается наибольшее количество ныряющих хрящевых рыб, почти 40% наблюдений. На сегодняшний день в заповеднике зафиксировано несколько встреч двух видов акул. В заповеднике Ахзев обитает самая большая в Израиле популяция двух видов дятлов – скального и красного дятла. Кроме того, здесь обитает и александрийский вид ската. Пункт пропуска Рош-Ханикра является единственным действующим пунктом пересечения границы между Израилем и Ливаном и в основном используется для проезда должностных лиц в ООН. Рядом с переходом находится смотровая площадка, обращенная на юг, с которой можно увидеть пляжи Акка, Нагари и горы Кармель. До начала гражданской войны в Ливан и гражданам Ливана разрешалось въезжать в Израиль через переход Рош-Ханикра для свиданий с родственниками и паломничества. На этом переходе была заключена сделка по обмену телами в 2007 году, когда Израиль получил тело утонувшего израильтянина Габриэля де Витта, и его тело было унесло течением в Ливан. В июле 2008 года на КПП состоялась сделка по обмену пленными между Израилем и Хизбаллой. В рамках сделки были возвращены тело двух солдат, похищение которых стало причиной начала Второй Ливанской войны, Эльдада Ригева и Эхуда Гольдвассера, а также останки солдат Сахала, участвовавших в войне. Взамен были возвращены пять ливанских военно-пленных, в том числе террорист Самир Кунтар и 199 тел ливанцев и так называемых палестинцев, в том числе террористов, Хизбаллы, были переданы Хизбалле. Продолжение следует...